Песни фронтовых дорог звучали на творческой музыкальной встрече, которая была приурочена ко дню города. Мероприятие уже стало традиционным. Его у строителей всем известна семья Ваничевых. Провела встречу директор музея имени Тамары Васильевны Ольховик Надежда Анатольевна Шмидт. Но она приурочена. Все-таки к дню города эта программа. Мы любим свой город. Он у нас замечательный. Он у нас исторически ценный, красивый, современный. И мы искренне верим, что это будет все лучше и лучше. И мне бы хотелось перед тем, как мы начнем непосредственно музыкальную программу, обратить внимание на удивительное явление в жизни нашего города. Это присвоение звания почетный гражданин города Буя. Это не просто лучшие люди в своей трудовой деятельности, в общественных. Это люди, которые несут это звание с гордостью, несмотря на то, что уже много лет, например, занимаются чисто профессиональной деятельностью. Но активная жизненная позиция, любовь к городу, отношение ко всему тому, что происходит в городе, это их личные отношения. Статус почетного гражданина города. Мне всегда хочется прямо парад бы устроить, а впереди этого парада шли бы почетные граждане города. Но я с таким удовольствием сегодня представить трех почетных граждан, которые в нашем зале. На встрече среди буявлян присутствовали почетные граждане города Буя. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, композитор Алексей Петрович Ваничев. Благочины Буйского и Сусанинского районов, настоятель Воскресенского прихода, протоиерей Аркадий Климов. И заслуженный учитель Российской Федерации, отличник народного просвещения, председатель общественного совета при главе города Буя Людмила Васильевна Ширяева. Наш земляк, буявлянин Алексей Петрович Ваничев всю свою жизнь посвятил музыке. С его творчеством знакомы за пределами Костромской области. Алексеем Петровичем написано более ста песен, 32 из них посвящены родному городу. С гимна Буя начинаются все городские торжественные мероприятия. Четыре компакт-диско и четыре нотных сборника песен. «Цвети мой край», «Мой город буй на Костроме реке», «Родился и вырос я в России», «Во имя жизни». В программе звучали песни в исполнении Алексея Ваничева-младшего, концертмейстер, его отец, Алексей Ваничев-старший. Алексей Петрович прекрасно аккомпанировал на многотембровом баяне. Сегодняшняя программа немного видоизменена, но тема все равно осталась прежней. Это память о Великой Отечественной войне. Алексей Петрович появился на свет в мае 1946 года, когда наша страна готовилась отпраздновать, пускай, наверное, отметить, потому что до праздника все равно еще сложно. Страна лежала в руинах, еще столько надо было сделать и залечить раны, и чтоб улеглись горечь, потери и так далее. Это был первый, первая годовщина Великой Победы. На смерть появляется замечательный человек. Трудное послевоенное детство. Вот сейчас мы пишем про друженика в тыла, и что такое трудное послевоенное время, военное и послевоенное время, оно становится, знаете, наиболее понятно, наверное, когда не просто фразы сказаны, а плохо было, трудно было, голодно было, а что значит голодно, а что значит трудно, а как мы поднимали нашу страну из руин. И поэтому борьба с нашими памятниками по всей Европе нам кажется такой нелепостью, такой глупостью. Все равно, сколько бы памятников они не разрушили, уничтожить нашу Великую Победу 1945 года, им все равно не удастся и не получится. И поэтому сегодняшний музыкальный праздник под названием «Песни фронтовых дорог» мы дарим нашему городу и, прежде всего, дарим вам, уважаемая наша аудитория. Память народа хранится в песнях, посвященных Великой Отечественной войне. Мы знаем их все наизусть, поэтому подпевали Ваничевым. В программе прозвучало 16 песен, которые поет сердце. «Огонек», «Темная ночь», «В лесу при фронтовом», «Смуглянка», «Баллада о красках», «Катюша», «В землянке», «Журавли», «Дороги», «Последний бой», «Севастопольский вальс», «Он вчера не вернулся из боя» и другие композиции были исполнены в программе. Перед каждой песней ведущая встречи рассказывала о ее авторах и истории появления. Те, кто пришел на встречу, подпевали и вытирали слезы. Так глубоко в душу проникали слова. Зрители не сдерживали эмоций. Фронтовые песни вызывают ассоциации и невольно направляют нас к тем событиям, что происходит сейчас, когда наши войны отстаивают наше Отечество в зоне СВО. На финал Алексея Иваничева выбрали яркую песню «Россия», которая еще не звучала в предыдущих программах. Песня «Россия» Усколька дорог мною проймена, Нелегкой разлуке с тобой. И вот я пришел, моя родина, К тебе в этот счет сроковой Душа твоя врага не ссадена И снова страдает народ Уверяю, что все будет пройдено Мы вместе прорнемся вперед Россия, я верю в твои силы Пусть знаешь, ты мне правда, мне ложь Россия, настанет день, Россия И ты святые крылья обретешь Ты знала страдания рокие Ты слышала плачь матерь Но, в объятное пламени Теряло своих сыновей Но, как могло ночь и черные Ты светом людей озаришь Садешь молодая и гордая И много-то в мир унивешь Россия, я верю в твои силы Пусть знаешь, ты правда, мне ложь Россия, настанет день, Россия И ты святые крылья обретешь За что ж эта доля, кручинушка За что столько горя и бед Горжусь я твоими мужчинами А женщин добрей в мире Хочу я тебе, моя Родина Стоя в этой песне помочь Молюсь за тебя, моя Родина И плачу, как плотная дочь Россия, я верю в твои силы Пусть знаешь, ты правда, мне ложь Россия, настанет день, Россия И ты святые крылья обретешь Присутствовавшие на концертной встрече Благодарили семью Ваничевых за талантливое творчество И подаренное настроение Очень приятно, когда с вами встречаться Хочу пожелать крепкого здоровья Творческого, насекаемого вдохновения И мы надеемся, что такие встречи будут продолжаться И с нами Беремся терпения и ждать Спасибо вам большое Столько лет работали вместе Что только не были И октябрянский хор, и пионерский хор И лучший кабинет по черчению И вокальный инструментальный ансамбль И в общем, играли, и трудились Так что огромное вам спасибо А это наш ученик, выпускник школы Я очень благодарна вам за прекрасный концерт Спасибо большое вам Здоровья, счастья, успеха Очень прекрасный концерт Спасибо, получила большое удовольствие Все песни, которые, Лешенька, ты исполняла А вы выигрывали Я абсолютно знаю и попевала За исключением новой песни «Россия» Но я ее выучу Исполнение, которое он показывает Оно не просто по телевизору Когда это низкое окружение идет Через какую-то обработку звука А это живой звук, который мы сейчас слушаем здесь То есть это идет из глубины души В глазах Тебя Господа И так мы обычно поем в церкви Поэтому, наверное, можно определить Какая душа у этих людей Они мешают таким образом Выдают нам вот такие произведения Да и по-другому, наверное, не должно быть Поскольку у них этот творческий союз Неразделимый Они даже и дома пропозали Это все репетируют и изучают Поэтому, наверное, у них это слаженный Добрый коллектив Но все равно Есть много городов В нашей Костромской области Много, наверное, вот таких Истинно-предственных людей Городом Которые расслабляют наш город Наш район Своих произведений Своих песнопений Своим трудом Поэтому, наверное, поэтому Так и звучит Город-бург Среди других Дрэм Так уже высоко Брати по благодарению Ванечевы Ванечевы Это не только творческий дуэт Это триа Это единомышленники Супруга Алексея Петровича Светлана Павловна Является автором слов К некоторым песням своего мужа Это и советчик, и критик Большое вам спасибо За ваше творчество Мне бы хотелось Еще несколько слов Сказать Светлане Павловне Это вот Земной ангел-хранитель Этой семьи И без ее Не было бы Алексея Поддержки Да Нет Нет Алексея Нет 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 Алексея Петрович Она Это наш продюсер Это не только продюсер Да И поэт И вообще Жизненное начало Вот И думаю Что Вот Шворчевская Ну Страш Конечно В общем Добро здоровья Всем Песни фронтовых дорог Заставили кого-то Задуматься о том Что пришлось пережить Нашим соотечественникам Кого-то Заставили вспомнить Истории из своей жизни Вспомнить своих родных Которые подарили нам жизнь Очень эмоциональными Прочувствованными Были слова друга Семьи Ваничевых Валентины Алексеевны Комиссаровой Которую боевляне помнят Как одного из главных Женских докторов В Буе Алексей Петрович Алеша Я очень счастлива Что Бог вот так устроил Что Я вас прекрасно знаю Очень люблю Обожаю Семью Тема войны Для меня настолько близка Она проходит через наше сердце У меня папа Инвалид войны Первой группы Он защищал Венгрию От фашистов И вот Будапешт По нему Проехал немецкий танк У них тяжелейшая Черепная мозговая Правда была Раскол черепа Перелок У нас на вами черепа Но Несмотря на это До последнего Своего издыхания Сдоха Так скажем Он был в уме и разуме Бабушка Дала ему икону Проводила его И конечно же Валилась на коленях Вы семья верующая Мамочка моя была Дорогая Больше папе не буду Расскать Полгода лежал в госпитале Но был воспитал Тролих детей Семь домообразования Помогал Такого человека Как мой папа По отношению к женщине Я больше не знаю Для меня Папа Это Я бы хотела Чтобы у каждой женщины Был такой муж Как мой отец Мамочка Моя была Работницей тыла Вот один момент Задержу всех Но мне просто хочется Сказать Не вспомнить ее Она была почтальонок Они все молодые были По 17 лет Папа В 26 год рождения Последний год Который призывали в Анну В 45-м году Он полгода Лежал в госпитале Переманил чуть-чуть Она была почтальонок Ну что она может Образования никакого нет И она носила Все треугольнички военные В том числе похоронки Вот принесла она Одной семье похоронку Мама тут же Жена этого Погибшая Упала И стала рвать на себе волосы Вот этого шока А 7-летний ребенок Подошел к моей маме И начал бить ее ногами И кулаками Ты что с моей мамой сделала Почему она упала И плачет После этого Мать не могла Больше носить Письма Я отступление сделала Это вот тема Военные для меня Что значит Еще много другого Бомба попала В Питере Разбавила целую семью Полностью Погибла Этот брат Папин Дядя Папин Старший сын Воевал Дошел до Берлина Мстил врагам Но погиб В Берлине Спасибо огромное За доставленное удовольствие За счастье И наслаждение Здоровье вам Еще надеюсь Что это встреча не последнее Благодарю В Буйском краеведческом музее Имени Тамары Васильевны Ольховик Семья Ваничевых Выступила уже в пятый раз В этом году С обновленной программой Началось в тринадцатом году Первый раз И мы Вступали три раза Синтезатором Я говорю Синтезатором И у нас была тема Романтика-романца Тогда Романтика-романца А вот В том году В мае Мы выступили Дню Победы Уже С Баяном Эти баянные песни Лучше с баяном Звучат Мы Сыном готовили Дома Концертом Как-то вот я Отношусь С теплотой К баянным Песням Особенно Вот к советскому В периоду Как-то вот Репетиции Проходят дома Получается Что дома концерты Как говорит Светлана Павловна Через день До каждый день Всю жизнь это идет 50 лет уже Это музыка Где-то в чем Понимаете Она Не имея музыкального образования Но она Чувствует Каждую песню Понимаете И она нам Где-то подсказывает Да Как здесь петь Здесь громче Здесь тише Это самое Ну и И так далее Как стоять Руками показывать Там это самое Ладно Ну в общем Это От него большая польза А Да Да А постоянно Спорятся Спасибо большое Нашим зрителям Благодарным зрителям Благодарным зрителям Да Пришли Во-первых Нас поддержали Добрую традицию Музыкальных встреч Планируется продолжить И в будущем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова